Письменность на Руси 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 в составе по 10 лет договора, написано, поступить с его имуществом так, как он написал в завещании. Серыч уже во времена вещего Олега, а не надо забывать, что в этом же договоре мы встречаем формулу «русин или христианин», говорящую о том, что христианством Русь Олега еще не была затронута даже поверхностно. В те самые века Русь знала грамоту, причем не какие-то зарубки или знаки собственности, а настолько сложную, что можно было формулировать юридические документы, выражаясь нынешним языком завещания. Следующий князь Игорь Старый, здесь можно будет картину, где Игорь заключает договор с византийцами, клянулся перуном, рисунок Верещагина. Следующий князь Игорь Старый, заключая новый договор с византией, упоминает, что если кто-то из Киева, купец или посол, приедет без княжеской грамоты, такового императора Константинополя обязуется заковывать в цепи и отправлять в Киев назад. То есть, князь-язычник купцам, послам выдавал грамоты писан. Это, что называется, азбука, еще раз скажу, русской истории, повести временных лет, знать которой обязан любой рассуждающий о наших предках. Есть менее известные источники, но тоже признанные официальной наукой на 100%. Существует житие Кирилла, того самого Кирилла, здесь изображение Кирилла Мефодия. Существует житие Кирилла, того самого Кирилла, брата Мефодия, которому приписывается изобретение русской письменности и по имени которого он до сих пор называется Кирильцей. И в житии, опять же, черным по белому, в более чем 20 списках этого жития указано, что когда Кирилл посетил Херсонес, город рядом с нынешним Севастополем, он видел там книги, написанные русскими письменными. Здесь можно подать карту наплывом на этот Херсонес, карту Крыма и Херсонес. Так сказано в 26 списках, многие из которых написаны за пределами Руси, Московского царства, Киевской Руси, какой угодно Руси. И переписчики из Моравии, переписчики из Болгарии не имели никакого основания потакать национальным чувствам русских, но, тем не менее, они написали русскими письмены, а наши отечественные ученые, тем не менее, которые век, зачаряются в попытках прочесть эти русские письмены как-то по-другому, сурские, готские, бог весть как. При том, что, еще раз говорю, в источнике что-то написаны русские письмены. Там еще есть очень полезная информация, говорится о том, что, когда Кирилл изучал эти книги, написанные русскими письмены, он научился разбирать гласное и согласное. То есть, письменность уже находилась не на каком-то иероглифическом или слоговом уровне, а была нормальной буквенной письменностью уже тогда, в IX веке. Почему историки не желают замечать того, что написано в общепризненных источниках? Вопрос сложный. Это не единственный случай. Существует пять списков похвалы святому Кириллу Чернореса Храбро. В трех из пяти списках, ну, наверное, всем ясно, что три из пяти – это большинство, говорится, что славяне, пога несущие книг, не ямаху. А в двух из пяти говорится, что письмен не ямаху, пога несущий, то есть, будучи в язычестве. С достойной лучшей применения регулярностью, ученые, цитируя это произведение, повторяют мнение меньшинства списков о том, что языческие славяне не имели письмен. Хотя в большинстве как раз говорится о том, что не было книг. Это разные вещи, согласитесь, письменности книги. Таковы упоминания, еще раз подчеркну, в общепризнанных источниках о том, что на Руси задолго до Крещения и до миссии Кирилла существовала письменность. Письменность сложная, позволявшая писать книги, составлять завещание, письменность буквенная. Кроме этих упоминаний существует множество других. Если мы обратимся к западным авторам, которые видели храмы и святилища балтийских славян, наших сородичей, мы и у них встретим такие упоминания. Здесь можно рисунок какой-то с храмом балтийских славян запустить. Или возможно... Авторов можешь перечислить, о ком ты сейчас сказал? Можно. Сначала, весь абзац сначала. Когда мы смотрим хроники там западных? Когда мы встречаем в хрониках западных авторов Гельмольда из Бассао, Титмара Мерзебургского, Адама Бременского, описание языческих святынь балтийских и палатских славян, ближайших сородичей Руси, мы встречаем там упоминания о надписях на основаниях изваяний богов. На каждом из богов было написано его имя. Так говорят немцы-католики, которым не было никакого резона. Подчеркивать образованность своих заклятых врагов, упорных приверженцев, идолопоклонства, как они это называют. Арабские авторы также сообщают нам о письменности славян и о письменности русов. Аль-Масуди говорит о пророчестве, начертанном в храме славян. Ибн Фадлан, своими глазами видевший погребение Руса, говорит об том, что на его могиле была установлена памятная метка. Деревянные столбы на этом столбе выразены. Имя самого Руса и имя царя Русов. Аль-Недим, еще один арабский автор, даже попытался по памяти начертать знаки, неведомые ему записки, которую один из проявителей кавказских народов, династров горы Кап, как он выражается, направил Русами. Ну, получилось у него примерно так же, как получилось бы у каждого из нас, если бы мы по памяти через несколько лет попытались бы воспроизвести арабскую надпись, не умея ее прочесть. Поэтому ученые уже даже перестали пытаться прочесть то, что там он нарисовал в своем труде. Хотя еще в 19 веке, в начале 20-го продолжались упорные попытки понять, что эти закорючки обозначают. Но для начала никто не даст гарантии, что уважаемый Аль-Недим не нарисовал эту надпись вверх ногами. Как видим, доказательств упоминаний, прямых упоминаний о существовании развитой письменности у наших предков великое множество. Подтверждается ли она археологически? Подтверждается. При раскопках Новгорода писало стержни, которыми писали буквы, наносили надписи на дерево, наносили надписи на бересту, на глину, на штукатурку. Эти стержни для письма археологи отмечают с середины X века. Если кто-то забыл, Новгород был крещен в конце этого столетия. Буквально в последние годы, буквально в этом году даже, писало, найдено в Гнездово предшественнике Смоленска. Может быть, древним Смоленска, где город впоследствии был перенесен с этого места. Если говорить о Гнездово, есть археологическое доказательство грамотности. В кургане середины X века, опять же, найден осколок. В кургане X века найден кусок камфоры с надписью «Горух пса». То есть, кто-то написал, что Горух, это личное имя, Горюх. Обережное имя, такие имена давали наши предки, чтобы горе не привязывалось. Вот он уже Горюха с детства, значит, горе к нему больше не привяжется. Горюх написал, вот это мое, обозначил какой-то неведомый нам копец Горюх. В середине X века русские кузнецы Людота и Славимир оставили свои имена на клинках. А мы знаем из источников, что кузнецы очень долго оставались язычниками в европейских странах. Позже других принимая христианскую веру, поскольку кузнечное дело было связано со множеством магических языческих обрядов, которым неодобрительно относилась христианская церковь, но кузнецы отвечали полной взаимностью. Итак, получается, что в широко известных памятниках есть доказательства того, что славяне и русы умели писать, писали книги, писали завещания. Археологически мы видим надписи, надписи на мечах, надписи на клинках, надписи на деревянных предметах. Мы находим множество предметов для письма. В Новгороде, в Смоленске, в гнездах в будущем Смоленске, у язычников лютичей, палапских славян. Почему тогда из года в год мы слышим одно и то же, что письменность нам принесли только Кирилл и Мефодий, и письменность у нас не возникла бы без христианства, не пришла бы к нам без христианства. Вот это настоящая загадка, гораздо более трудная для разрешения, чем загадка о существовании письменности у славян, которая, собственно, загадкой-то не является. Отлично. Так, что там еще можно будет дать? Вот у меня... Что у нас тут проявляется? Мне только Михаил Николаевич очень сильно было... Сначала удело приятно, а потом удело неприятно. Удело приятно, когда он на мою превентивную критику его проявит, а от него ведь очень вменяемо и тактично. Гораздо более, чем я бы от него ожидал, потому что наши социальные статусы, как говорится, заметно разные. Начиная от возраста, заканчивая тем, сколько людей собирают на свое выступление я и сколько людей собирает на свое выступление он. Начиная от того, что он живет в Москве, в том доме, где жил Ельцин, а я провинциал, мягко говоря. А потом он что-то вдруг внезапно решил выступить с критикой националистов. У него было это выступление. Ну, тоже надо понять, что все-таки человек на том уровне, он должен отбиваться от всех нападок. И иногда даже играть на них своего. Тоже не пускается. Что пишут? Знаете ли вы, что Рюрик основатель княжеского дома, правившего Русью семь веков и давшего и первого царя, выходец не из скандинавских стран, как нам объясняют учебники? Действительно, если мы обратимся к источникам, к скандинавским сагам и собственным преданиям, становится немножко непонятно о том, как такая мысль могла прийти в голову. Скандинавы очень ревниво относились к славе и бережно хранили любое упоминание о подвигах и достижениях своих соплеменников. Спустя столетия скандинавы помнили, что Англией правят потомки герцога Вильгельма Нормандского, а он был потомком конунга Рольфа, пришедшего из Скандинавии во Францию. И те же самые скандинавы якобы исхитрились совершенно забыть о каком бы то ни было родстве с княжеским домом, правившим территориями, в которую английское королевство, не говоря о нормандском герцогстве, уложилось бы раз десять. Если мы посмотрим на саги о Руси, на то, что саги Скандинавы говорят о нашей стране, гардар, гардарики, как они нас называют, окажется, что, во-первых, они не имеют никакого понятия о правителях Руси до конунга Вальдемара, так они называли Владимира Святославовича, а во-вторых, о том, что они не имеют никакого понятия о том, что конг Вальдемар приходится роднёй их конунгам. И более того, сын Вальдемара Ярицлейф, то есть Ярослав Мудрый, говорит своим скандинавским наёмникам, вы норманны, то есть себя явно, согласно скандинавским же сагам, к норманнам не причислили. Для сравнения. Дальний потомок нормандских конгов, правитель Сицилии, посмотрите на карте, где Сицилия и где Новгород, что ближе к Швеции и к Скандинавии, вообще к Санинавскому полуострову. Согласно скандинавским сагам, Сицилия признаёт своего в приплывшем к нему норвежском короле Харальде Геликристе, Харальде Крестоносце, и из его рук принимает, так сказать, повышение по феодальной лестнице, превращаясь из ярла герцога в конунга короля. До такой степени хранилось родство. А про родство с соседними правителями Новгорода Скандинавы почему-то забыли, по уверениям норманистов. Некоторые учёные пытаются доказать, что Рорик Ютландский, здесь можно картину с Рориком Ютландским поместить, которая тоже есть в интернете, некоторые учёные утверждают, что Рорик Ютландский, это и есть наш Рорик. Однако же жизнь Рорика Ютландского по западным хроникам известна едва ли не по году. И из того, что мы знаем о жизни Рорика, известно, что он всю свою жизнь провёл, воюя, склочнищая, дерясь за крохотный болотистый кусочек Фрисландии, это часть современной Голландии. Это ли правитель земли великой и обильной по ту сторону Балтийского моря? Зачем была ему эта Фрисландия? Вот что совершенно непонятно, если мы будем считать Рорика Ютландского и Рорика Фрисландского за одно лицо с нашими Рориками. В отличие от Скандинавии, Мекленбург, Восточная Германия, земли, где когда-то жили славяне, сохранил память о том, что когда-то правитель аббадритов славянского народа породил трёх сыновей, и три этих сына ушли на восток, по приглашению жившего там народа, стали править в восточных землях. Эту легенду записал ещё в XIX веке французский путешественник Савье-Мармье. Трёх сыновей аббадритского князя звали Рюрик, Север и Тровер. Рюрик, Синевус и Тровер наших летописей. Само имя Рюрик совпадает с племенным самообозначением аббадритов. Рерики, так их называет саксонский анналист, так их называет Адам Бременский. А столица аббадритов Рерики, разграбленного датчанами в начале IX века, упоминает Эйнгард, хронист франков. А другая францкая хроника упоминает Рерика, короля Вендов. Вендами называли германские народы, в том числе франки, балтийских славян, аббадритов в том числе. Более того, сам символ рода Рериковичей, вы все сейчас можете увидеть его на гербе Украины. Сам символ Рериковичей, как это предположил еще в XIX веке Гедеонов, и как в советские годы доказал Рапов, видно ученый, происходит от символа, атакующего сокола. Средняя черта того, что обычно называют трезубцем, хвост, боковые острые крылья соколины, атакующая хищная птица. Если мы посмотрим на русскую поэзию, на русскую литературу, на русский фольклор, на русские былины, мы везде увидим, что сокол, это один из главных символов добра молодца, витязя, князя. Возьмите слово полку Игорева, там буквально на каждой странице соколиное гнездо, Игорь соколом полетел, и так далее. И только в одном месте сокол вдруг слоя полку Игорева появляется в качестве врага. Когда Ольгова храброе гнездо, то есть род Ольговича, которому принадлежал Игорь Святославович, не порождено на обиду ни соколу, кречету, ни тебе, черный ворон, поганый половчин. Если черный ворон это поганый половчин, то следовательно стоит предполагать, что и под соколом кречетом тоже имеется в виду не птица, которая при всей бы про своем желании затруднилась бы обидеть даже одного русского князя. И мы действительно видим, что у рода Ольговича, которому принадлежал Игорь Святославович, был сильный враг Рюрик Ростиславович, тезка древнего князя, основателя рода. Это все прекращается считать случайностью. В Скандинавии же никогда сокол для обозначения знатного воина в поэзии не употреблялся. Обозначением сильного воина, героя, богатыря в скандинавской поэзии всегда являлся кабан. В нашей поэзии, нашему эпосу, кабан как символ воина неизвестен совершенно. Бывают, сравнивают с соколом, бывают с волком, бывают с туром, но никогда с кабаном. Возьмите слово полку Игореве, вы там вообще не встретите упоминаний этих животных. В то время как у скандинавов это был самый любимый символ и даже на шлемах скандинавских бойцов изображались вепри кабаны. Тут тоже все можно по всем этим темам. Можно рисунок сокол, схему, а то где сокол, вот разобец. Кадры, где сокол охочащийся, есть видеосъемки такие. И изображение этих скандинавов в шлемах с вепрями. И рисунки к слову полку Игореве, где соколы изображены летящие. Если наша археология при всем огромном желании до сих пор так и не нашла до середины 9 века следов присутствия скандинавов южнее Ладоги, ну естественно, что в Ладоге, в порте, по которому славянские земли общались с землями финнов и скандинавов, скандинавы появлялись, что раньше середины 10 века скандинавы не отмечены археологически в южнее Ладоги. А к середине 10 века Олег и Игорь уже давным-давно побывали в Киеве вместе со всей своей дружью. В то же время присутствие вендов, балтийских словен, археологически отмечено в Восточной Европе. С 7 века раскопаны крепости, возведенные по вентскому образцу в юго-восточном Приэльмине, городок на Майете так называемый, и совершенно сенсационное открытие в конце 7-го, начале 8-го века на берегу маленькой речушки Любша, впадающей в Волхов неподалеку от Ладоги, оказывается, существовала каменная крепость. Я напомню тем, кто не помнит, что у нас объясняют, что до крещения Руси у нас не было якобы каменного зодчества. Так вот, в конце 7-го века в глухих северных землях неподалеку от озера Ладоги поставили наши с вами предки каменную крепость, которую сейчас называют по имени речки Любша. И вот эта крепость построена так же, как и городок на Майте по канонам архитектурным балтийских славян, тех самых рериков, чье имя так не случайно созвучно названию имени тех самих рериков, чье имя так не случайно созвучно имени основателя княжеского рода на Руси. Более того, скажу, что слово рюрик или, как чехи выговаривали, рарок, сокол в славянских языках встречается достаточно часто. Что рарок переходит в рюрик у балтийских славян, это естественно, скажем, рог у балтийских славян звучало как рик, отрок как в отрик, ну и рарок как рерик, естественно, переходило. Для того, чтобы прислонить к своей теории название столицы аббадритовст, норманисты договорились о том, что аббадритская столица рерика разграблена датчанами, якобы носила датское же имя, и якобы это означает, происходит от датского названия камыша. Я не могу отвечать за зулусов, ацтеков или китайцев, но в Европе я не знаю ни единого крупного города, названного в честь камыша, лопуха, репья или еще какой-то травы. А вот городов, названных в честь великих князей или в честь названия племени, очень много. О соколином значении имени рерика сейчас стало широко известно благодаря фильму, снятому Михаилом Николаевичем Задурным о происхождении Рерика его имени и нашего народа. Но об этом говорили ученые задолго до Михаила Николаевича. Михаил Николаевич ничего не выдумал, а лишь широкую аудиторию познакомил с тем, что широкая аудитория неизвестна, к сожалению. Так, можно оставить. Или еще что-то добавить. Немножко своего мнения о фильме, что, допустим, правда, Задорнов немножечко нафантазировал в других аспектах в этом фильме, но все же фильм «Рюрик. Потерянная быль» стоит просмотра тем людям, кто впервые эту тему интересуется. Что-то, какие-то там недочеты были? Ну да, он там почти везде, где он там говорит о том, что сохранилось предание, такой, что Рюрик женился на местной княжне. Хорошо. Ну, к сожалению, во многих аспектах в этом фильме Михаил Николаевич где-то дал волю фантазии, говоря о преданиях, о своих художественных домыслах. Где-то чересчур сатирически подошел по многолетней своей привычке, потому что все знают, что карьеру Михаил Николаевич свою всю сделал как сатирик. Но в целом человеку, который до этого ничего не знал о балтийских славянах как таковых, а очень часто натыкался на таких людей, которые вообще впервые слышали о том, что юг Балтики когда-то был населен славянами, эти славяне были ближайшей родней нам с вами. Такому человеку фильм «Рюрик. Потерянная быль» Михаила Николаевича Садурна будет полезен. А знаете ли вы, что не только задолго до Лермонтова и Ермолова, но и задолго до крещения Руси наши с вами предки, славянские воины были грозой кавказских земель и кавказских племен. Не секрет, что сейчас в наше с вами время у многих складывается представление о том, что кавказцы это искренне опасные грозные воины, а русские это такие лапотные мужички, которые только большим количеством до под офицерской палкой могут грозным кавказцам противостоять. На самом же деле славянское русское присутствие на Кавказе источники отмечают седьмого века. Седьмого века там появляются Седьмого века Шахрияр правитель города Дербент в нынешнем Азербайджане. Когда к городу подошли с юга войска арабов, Шахрияр обратился к калифу с тем, что он здесь на этом месте выполняет важнейшую функцию. Он не пропускает на юг грозных русов. Ученый Мар в свое время обратил внимание на то, что в армянских рукописях некоторые воины, пришедшие тогда еще языческого хазарского каганата, многие воины употребляли между собой славянские слова. Такие как Салу Чорум, то есть Черпак Теун, то есть старший начальник. Славян на горе Кавк упоминали и позже. Горок Кавк так арабские авторы называли Кавказ. Конечно, после того, как хазарский каган сменил веру на иудейскую, славянские племена, видимо, активно не приняли этого, и положение славянских воинов и в хазарском каганате, и на Северном Кавказе после этого резко изменилось. Но вот на момент язычества хазарского кагана славяне там появляются достаточно часто. Причем, что интересно, славяне появляются с обоих сторон. Там в тот момент Северный Кавказ был ареной войны хазарского каганата и прорвавшихся на север арабов. Славянские воины появляются среди войск с обоих сторон. Воины Соколиба участвуют, так называли арабы славян участвуют в войске хазарского кагана и попадают в плен. Воины Соколиба встречаются в арабском войске и сражаются там на стороне халифа. Это к вопросу об извечном миролюбии славян, что как-то странно смотрится на фоне того, что воины активно участвуют с обеих сторон в такой войне, находящейся вроде бы далеко от основных мест славянского расселения. Славянские обычаи, славянские традиции, славянский язык на Кавказе сохранялся достаточно долго. Сигизмунд Гербенштейн в 16 веке австрийский посол среди славянских народов московского государства упоминает пятигурских черкесов, тот народ, который впоследствии полностью ассимилировался в современных адыгейцев. В промежутке между печальными для славян изменениями в Хазарии и сообщением Гербенштейна о славянском языке у пятигурских черкесов на Кавказе и при Каспийском на Северном Кавказе начинают появляться активно появляться русы, дружины киевских князей, дружины тьму тараканских князей проникают на Кавказ. Интересно, что арабские авторы пишут мусульманские авторы пишут, что пока северно-кавказские племена не были мусульманами и сохранили язычество, аварцы в частности, русы легко находили с ними общий язык и аварцы были русами верными союзниками. русы были настолько грозными воинами, что по сообщению самих опять же мусульманских авторов зачастую победа достигалась только тем, что лазутчики мусульманского войска травили водоемы, из которых пили русы и только после этого мусульманское войско могло одержать над ними победу. Очень яркая ситуация сложилась в городе Берда, нынешнем азербайджанском Барда. На карте он до сих пор есть, до сих пор под этим именем. В середине 10 века, в 942 году, в 1942-44 годах русы пришли в этот город вместе с частью своих союзников Северного Кавказа. Жители Барда были не готовы к встрече с такими воинами. Первоначально они отнеслись к ним несерьезно и попытались сами первонапасть. Напоминаю, что все это я сейчас пересказываю. Полностью следуя тексту арабского автора Ибн-Мисковейха мусульмане, на котором не было ни малейшего резона обелять своих единоверцев из Берда и вернее опять все сначала придется подчеркну, что все, что я сейчас рассказываю, я рассказываю по словам мусульманского автора Ибн-Мисковейха, которому никакого резона не было чернить своих азербайджанских единоверцев и возносить русских язычников. Тем не менее, описание его таково, что русы поразительно добрые, отважные, терпеливые, но решительные, когда терпение у них приходит конец. после первой стычки, закончившийся разгромом полным войска правителя Берда и его позорным бегством настолько стремительным, что отступающие мусульмане не сообразились закрыть с собой ворота и русы заняли город, сам правитель, можно сказать, пролетел родной город на вылет и убежал куда-то в гору вместе с ближайшими своими соратниками. русы обратились к местным жителям со словами, которые на века, собственно говоря, предопределили политику русов, русских впоследствии в этих краях. Нет между нами спора о вере, говорили русы. Ваша обязанность хорошо повиноваться нам. Наша обязанность хорошо править вами. Я думаю, что сейчас для многих современных правителей явилось бы новостью, что они имеют какие-то обязанности перед своими подданными. А здесь русы, язычники, завоеватели в чужой земле говорят, наша обязанность хорошо править вами. В течение нескольких лет русы, занимавшие Берда, отбивали все наскоки соседних мусульманских правителей. Правители Берда, собственно, Марзубана, который, вернувшись из гор с подкреплением, попытался снова захватить город, правители соседней области Шерваншаха и многих других. Каждый раз русы даже не давали себе туда сесть в осаду. Русы выходили в чистое поле, били превосходящие силы мусульманы спокойно отходили назад. Одержимая исламским фанатизмом Чернь, Берда, Чернь это не мои слова, Чернь это слова мусульмана Ибн Мисковейха, с криками Аллах Акбар выбегала из ворот, швыряла в спину русом камнями и пыталась закрыть ворота за их спиной. Уважаемые зрители, как по-вашему, на какой раз, в аналогичной ситуации в наше время, в какой-нибудь стране третьего мира, представьте себе, что во время сражений выбегает толпа из вопления Аллах Акбар начинает швыряться камнями в спину солдатам. На какой раз современный командир отдаст приказ стрелять по толпе, а потом взять заложников? По-моему, на первую. Русы же терпели очень долго, пытались воздействовать на разум, но не у всех есть на что воздействовать в таком случае. Это продолжилось до тех пор, пока обнаглевшие представители местной черни не напали на группу русов в одном из садов Берда, среди которых был мальчик, сын вождя, приведшего сюда русское войско. Пятеро русов долго отбивались от огромной толпы, положили множество противников. Мальчишка, видя, что его сородичи пали, ему угрожает опасность попасть в плен, видимо, имея представление о том, что такое плен у этих людей, забрался на дерево и закривался кинжалом. Вот после этого русы всерьез расферепели. Они прошли. Но даже здесь нигде не говорится о том, что русы начали бить старого и малого, что русы начали зверствовать по-настоящему. Русы прошлись по гору, жестко давя сопротивление, изгоняя всех мужчин в мечеть, а женщин с детьми забрали в крепость, где сами находились. и предлагали выкупать себя. Если уж так вам не нравится, что мы сюда пришли, уходите отсюда. Вы платите выкуп за то, что вы так обошлись с нашими сородичами и убирайтесь. причем тому, кто дал выкуп, возвращали семью и на глине этот человек получал на глине сделанную печать. С этой печатью ни один патруль русов его уже не мог остановить. Все, он уже расплатился с русами всполна, он мог спокойно забрать, что у него еще было и уйти из города. Ученый Бартольд по этому поводу недоумевает, он ученый Российской империи, он был как все ученые, ну как почти все ученые Российской империи, норманистом, он очень недоумевает, потому что нигде в Европе скандинавские викинги себя так не вели. Скандинавские викинги везде во всех источниках описываются как разбойники банальные. А здесь настолько цивилизованные люди язычники русы оказываются. И вот и только после того, как основная масса Ибн-Мисковейх четко отмечает, не смогла, а не захотела уплатить этот выкуп, только после этого уже окончательно расферепевшие русы, часть пленников перебили. Но женщин и детей никто не трогал. Они продолжали жить вместе с русами в крепости. Только начавшаяся среди русов эпидемия заставила русов, язычников покинуть Бердаа, город в центре современного Азербайджана. И только через столетие нога русского солдата снова вступила на эту землю. Только через столетие. Я ни в коей мере не отрицаю подвиги Ермолова, Бакланова и других русских покорителей Кавказа, но я просто хочу сказать, что они были не первыми на этой земле. И я хочу сказать, что тысяч, почти тысячу лет, 8-9 веков отделявших Бердаа от проснений Кавказа, Русь почему-то потеряла. Не может быть, а точно сейчас ситуация была бы совершенно другой, если бы не события, проследовавшие вскоре за этим. Это еще не единственная история о том, как Русь была на Кавказе. Упоминается о брусах в дружине правителя Дербента, того самого Дербента, Маймуна, которые помогли ему спастись от натравленной мусульманским проповедником Черны. Ситуация там просто очень современная, очень похожа на то, что сейчас происходит во многих странах. Правитель могущественной соседней страны, Шерван-Шах, решил поднять народ Дербента против его законного правителя и использовал для этого мусульманский фанатизм. Это похоже на то, что мы с вами сейчас можем видеть по телевизору во многих государствах Ближнего Востока. Только государство, использовавший исламский фанатизм, находится чуть дальше от арены основных событий, чем в случае с Дербентом. И русские дружинники Маймуна защищали его. А когда не стало возможности уже больше отбиваться, и мусульманские проповедники потребовали... Маймун был готов покаяться перед мусульманскими проповедниками, возглавлявшими толпу фанатиков. Но когда те потребовали от него выдать его русских дружинников и предложить язычникам выбор между смертью и принятием ислама, Маймун поступил на редкость порядочно. Он предпочел вместе с этими дружинниками навсегда покинуть родной город. И после этого в этот город победоносно вступил спонсор исламской революции в Дербенте Шерваншах Мухаммед. Но через некоторое время один из русов сумел пробраться в этот город, ворвался во дворец Шерваншаха. Тот бросился от него бежать, поскольку в отличие от русских вождений особенно любил личные поединки. Тот нагнафь его ударил топором по голове, после чего сумел уйти из центра города. Ну не знаю уж почему так случилось. Или Рус был настолько крутой воин, или жители Дербента познакомившись поближе с новым режимом решили, что его такого красивого. После этого Шерваншах покинул Дербент и Маймун вернулся на свое место. Такая поразительно похожая на наши дни история произошла в Дербенте в конце X века и вот после этого после крещения Руси называя вещи своими именами русы надолго оставляют Кавказ. Хотя в Закавказе они появляются еще один раз. Дело в том, что при Владимире Крестителе в византийской армии служили скажем так части наших предков выполнявшие интернациональный долг помощи православным братушкам из Византии. И там произошла очень показательная история, что когда византийские воины пришли на помощь православному грузинскому царю, в том числе пришли русские воины, когда кто-то из кавказских союзников в кавычках напал на руса, за этого руса тут же дружно вступилось все его войско. И восточный автор, сообщая об этом, пишет, что такова особенность русов, что если кого-нибудь из них тронешь, то они тут же все вместе вступаются за этого одного человека. Я боюсь, что с тех пор слишком многое изменилось.